Добрый день, дорогие наши зрители! В эфире телеканала Дом программа «Пять вопросов на злобу дня». Я Николай Саракваш. Здравствуйте! Итак, сегодня, 18 мая, в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, мы поговорим с заместителем представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, Тамилой Ташевой. Тамила Ханым, здравствуйте! Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Итак, какие мероприятия, расскажите, пожалуйста, планируются к этой памятной трагичной дате? Ну, на самом деле, все вы знаете, что сейчас мы живем в эпоху карантина, да, и именно поэтому мы с вами встречаемся не в студии, и поэтому все активности, которые будут делаться либо от правительства, либо от президента Украины, либо общественными организациями, они будут перенесены в онлайн. Мы, как представительство, готовим ряд мероприятий. Сегодня, 18 мая, для школьников 8-11 классов пройдет всеукраинский урок онлайн, посвященный дню депортации крымских татар. Также планируются определенные такие видеоинсталляции и вписывание орнаментов, либо символов крымских татар делать в городе, в городском пространстве. Также, насколько мне известно, в Запорожье, в Херсоне, то есть в таких близлежащих городах к Крыму, также будут проходить акции возложения цветов, в том числе обращения. Уже сейчас поддержали ряд телеканалов крымских татар, к которым было обращение относительно минуты памяти, жертв депортации крымско-татарского народа и признание этого акта как акта геноцида крымских татар. Поэтому основные мероприятия, конечно же, они будут в онлайне. Кроме этого, Министерство иностранных дел дало такое задание своим дипломатическим ведомствам за рубежом помнять крымско-татарский парапор и переспустить его с черной траурной лентой. И то же самое будет над рядом знаний правительственных в Киеве. Поэтому, к сожалению, мы не можем выйти на такой более массовый митинг либо в Киеве, либо на другой, любой площади. Однако все будем делать в онлайне. А вот скажите, эти онлайн-мероприятия на уровне президента Украины ожидаются? Конечно, это и обращение президента страны к народу относительно памятной даты депортации крымско-татарского народа. Также мы надеемся, что пройдут ряд других инициатив, про которые я пока бы не хотела говорить. Однако, да, действительно, президент уделяет очень большое внимание вообще крымским татарам, да, вопросы к крымско-татарскому. И в том числе публично старается каждую такую дату, годовщину, да, о ней вспомнить и рассказать всем украинцам. А где еще, кроме Украины и Крыма, будут вспоминать жертв депортации и геноцида? Расскажите, пожалуйста. На самом деле будут вспоминать по всему миру. То есть это будет и Нью-Йорк, это будет Страсбург, это будет Брюссель. То есть все наши заграничные дипломатические ведомства украинские, да, они будут вывешивать крымско-татарский прапор и в том числе на своих страницах в социальных сетях говорить о дне геноцида крымско-татарского народа. Кроме этого, насколько нам известно, к таким акциям будут присоединяться и общественные организации международные, к примеру, в Брюсселе, Международная платформа правам человека, фонд либерального сучастности в Берлине также будут присоединяться к таким акциям. Поэтому на самом деле мы это будем видеть, просто на протяжении дня это будет, и не только дня, потому что в Киеве мы планируем такие мероприятия проводить на протяжении нескольких дней. 18 мая также планируется, но это общественная инициатива, проведение автопробега в городе Киеве и не только в Киеве, но в том числе продлить этот автопробег до админграницы, до контрольно-пропускного пункта Чингар. Томила Ханым, хотелось бы уточнить, вот огромное количество диаспор есть в мире, если мы говорим конкретно по нашей теме. А скажите, можно ли рассчитывать на непосредственную помощь от них? Диаспоры всегда очень активны, как в день депортации, так и на протяжении всего года. То есть они проявляют активности, связанные как с крымскими татарами, так и в том числе с событиями на востоке страны и в Крыму. То есть они протестуют перед посольством Российской Федерации, когда проходят незаконные аресты, массовые обыски, либо какие-то суды проходят над крымскими татарами, либо украинцами на территории оккупированного полуострова. Поэтому, конечно же, диаспоры крымско-татарская и украинская являются основной такой движущей силой за рубежом для того, чтобы рассказывать о том, что происходит в стране. Ну вот о том, что конкретно происходит в Крыму, мы продолжаем, естественно, говорить дальше. Вот недавно на полуострове российская полиция вручала предупреждение крымским татарам, а также активистам крымско-татарского национального движения, правозащитникам и журналистам Крымской солидарности. В них конкретно говорилось о недопустимости экстремистской деятельности, в том числе 18 мая, когда, как мы уже говорим, крымские татары вспоминают жертв депортации 1944 года. Вот как быть в таких условиях? Мы все понимаем, что политика репрессий против крымских татар и украинцев на территории полуострова продолжается и будет продолжаться до момента полной деоккупации полуострова, когда Украина вернет эффективный контроль над своей территорией. На самом деле такого рода предупреждения о экстремистской деятельности выносили и в предыдущие годах крымским татарам, как крымской солидарности, так и активистами джилиса крымско-татарского народа. Сейчас просто мы видим массовый характер такого рода предупреждений о незаконности проведения массовых мероприятий, как к 18 мая, так и к любой другой дате. Такие предупреждения начали выносить еще в феврале этого года, и вот поныне активисты их получают. Таких предупреждений уже более 50 по Крыму. Кому-то выносили уже дважды такие предупреждения, к примеру, Арду Решиду Джипарову, ветерану национального движения крымских татар, либо Эмине Авамилевой, адвокату и члену меджилису крымско-татарского народа, Лютфье Зудиевой, которые также вынесли такого рода предупреждения. Поэтому как быть? Оспаривать, конечно же, такого рода незаконные действия на территории полуострова, но и в том числе мы, как государственный орган власти, правоохранительные органы, такие как Национальная полиция Украины, Служба безопасности и прокуратура Автономной республики Крыма, она фиксирует данные факты и вносит их в единый реестр досудебного расследования для того, чтобы фиксировать такие преступления, как преступления военные, так как на территории Крыма происходит международный военный конфликт, и все те действия, которые оккупационные власти осуществляют против наших граждан, конечно же, мы рассматриваем как военные преступления. Дамила Ханэм, еще, если можно, полминуты на ответ. Как международные партнеры непосредственно нам помогают, учитывая то, что, естественно, фокус внимания смещен в сторону темы коронавируса? На самом деле ряд обращений уже даже во время коронавируса было со стороны наших международных партнеров. Мы знаем, что Российская Федерация, к примеру, планировала из-за коронавируса отменить санкции против себя, но все-таки международные наши партнеры отстояли позицию, что вне зависимости от карантина Российская Федерация не освободила наши территории, как Крым, так и Донбасс. Соответственно, санкции с нее снимать нельзя. Поэтому международные партнеры нас поддерживают и во время даже такого кризисного времени. Томила Ханым, спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи была заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Томила Ташева. Также на этой неделе мы пообщаемся о рынке труда и безработицы с Анной Тенетой, об опасности покупки авиабилетов с Богданом Долинцем. Не забывайте также подписываться на наши страницы в Фейсбуке и Ютюбе. Адреса вы сейчас видите у себя на экранах. Узнавайте о самом главном в удобное для себя время. Оставайтесь с нами, оставайтесь с домом.